26 золотых, 28 серебряных и 48 бронзовых медалей. С таким результатом любрецкие тэквондисты, воспитанники клуба «Дангун», вернулись с Кубка Кремля. Соревнования проходили 17 марта в Московском центре боевых искусств и собрали сильнейших спортсменов со всей страны. Луиза Егезарян встретилась с обладателями призовых мест и их наставником. Здорово. Удар. С такой же легкостью и уверенностью 15-летняя Яна Елизарова выступила на Кубке Кремля. На одном из самых престижных турниров по тэквондо девушка стала абсолютным чемпионом. В дисциплинах спарринга «Туль» ей не оказалось равных. Я иду в той цели, чтобы достичь черного пояса. Хочу больше узнать новую информацию насчет тэквондо. Я хочу войти как в профессиональный спорт, войти в сборную. Я считаю, самое главное для спортсмена – это упорство, трудолюбие и умение не сдаваться, когда что-то не получается. Этим качеством в клубе «Дангун» учат каждого спортсмена. Результат уже налицо. На каких бы турнирах ни выступали эти юные тэквондисты, они всегда возвращаются с победой. Этот год, 2024-й, начался довольно-таки активно. Ребята с нашего клуба успели съездить, выступить на соревнованиях. И такие соревнования, как чемпионат Москвы, на всероссийский турнир «Мастерский» в город Тамбов. Также спортсмены нашего клуба ездили на соревнования в Волгоград, где довольно-таки результативно выступили. Сейчас прошел турнир Кубок Кремля ежегодный, очень серьезный турнир, масштабный. Порядка тысячи спортсменов принимало участие. Городской округ Люберцы на этих соревнованиях представили 80 воспитанников спортивного клуба. Вместе они завоевали 102 медали, 26 из них – золотые. Я получила медали в двух категориях – за туль, за спарринг. В Туле я в финале вышла со своей подругой Яной. Сначала побежала Яну, в самом конце она выиграла, я получила второе место, она первая. По спаррингу у меня было два боя. В первом победила, во втором чуть-чуть балок не платила, тоже второе место. По результатам этих соревнований совершенно очевидно можно сделать вывод, что каждый из наших детей стал наглого выше себя. Это, наверное, самый большой положительный момент. Несмотря на такой блистательный результат, тренеры и спортсмены не расслабляются. Впереди еще один серьезный вызов – Кубок Петра Великого по тэквондо. Межрегиональные соревнования пройдут уже на следующей неделе в Санкт-Петербурге. Продолжаем работать. Луиса Эгия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.